Диабет первого типа лечится. У кого проблемы с давлением, смотрите внимательно. А для тех, у кого проблемы с ссылками, ссылки платные. И для получения анализа 40 статей вам придется заплатить. А для вас, дорогие слушатели, это все бесплатно. Диабет чаще всего характеризуется гипогликемией и повышением уровня гемоглобина. Инсулинозависимый диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, при котором бета-клетки, поджелудочные железы теряют свою способность вырабатывать инсулин. Также они теряют свою способность переработки метаболита в гормон кальцистриол. При этом теряют управление Т-клетки. Точно так же, как при псориазе. Диабет второго типа связан с ожирением и инсулинорезистентностью в периферических тканях. Несмотря на механистические различия, при обоих типах проявляются множество сопутствующих заболеваний. Ретинопатия – проблема со зрением. Невропатия – потеря чувствительности. И нефропатия – нарушение работы почек. Отеки и давление. А причина – разрушение микро- и макрососудов. Микрососуды, вы сейчас в шоке будете. Вызывает появление атипичного туберкулеза. Нижняя часть легких не работает. Теперь понятно, почему такие проблемы от пневмонии. А макрососудистые осложнения дают осложнение на сердце. Это инфаркт и сульт. Со вторым типом диабета все понятно. Поднимаем уровень кальцистриола, восстанавливаем свои сосуды. Сразу нормализуется давление и снижается сахар. Но как быть с инсулинозависимым диабетом? У нас нарушение работы бета-клеток – поджелудочной железы. Они перестали вырабатывать инсулин, они перестали вырабатывать кальцистриол. Но рецепторы кальцистриола у нас находятся в каждом органе. В любой ткани нашего организма. И восстановив подачу этого гормона, организм начинает стимулировать выработку инсулиноподобного фактора роста. И нарушение управляемости Т-клеток восстанавливается. Ну а если все восстановлено, какой диабет? И так как давление является сопутствующим заболеванием, теперь поговорим о нем. И давление впрямую связано с нарушением работы почек. Вследствие микрососудистых осложнений. И макрососудистых при повышении холестерина. Сосуды восстанавливает кальцистриол. Прочность и эластичность восстанавливают внутреннюю стенку сосуда. Делая ее непроницаемой для плохого холестерина. Тем самым увеличивая проток крови. И восстанавливая работу почек. Гормон кальцистриол вырабатывается из плохого холестерина. Значит проходимость сосудов нарушаться не будет. И как вы думаете, какой гормон используют при пересадке почек? Для лучшей приживаемости. Только кальцистриол. А для лучшего понимания работы нашего иммунитета. И осознания, что это настоящий орган в нашем теле. Смотрите фильм на ютубе «Три секрета здорового тела». Для тех, кому надоел диабет или рекомендации лечения тыквенными семечками. Обращайтесь к нам, пишите в инстадирект. И больше вы болеть не будете. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...